Итак, всем привет! Сегодня я поеду устраиваться в Сбермаркет. Я оставил заявку на сайте, вот такой зеленый сайт, работа.збермаркет.ру Вы оставляете заявку, вам перезванивают и согласовывают собеседование. Мне предложили вкусвилл, но я отказался, потому что мне предложили вкусвилл, который находится вблизи моего дома. А я в этот вкусвилл хожу каждый день, поэтому я решил выбрать другой магазин. Мне сказали, что я буду обучаться в Ашане и работать тоже там. Собеседование сегодня, поэтому я поеду, уже через 40 минут буду там. Вот такой зеленый сайт, оставляйте заявку и вам перезванивают. Все, а я погнал. На место собеседования нужно будет прийти за 15 минут заранее. И еще нужно будет позвонить своему координатору. Номер телефона вам вышлют в СМС-сообщение. Я на собеседовании в Сбермаркет. Да, я вас слушаю. Вот пришел на собеседование, дальше куда мне идти? Около ТЦ-город, стою около входа. На собеседование вам нужно будет взять с собой паспорт, личную медицинскую книжку, а также сертификат о вакцинации, если он есть, и ИНН. А также любой телефон на андроиде. Почему вам нужно будет взять с собой телефон на андроиде? Потому что на него вам установят приложение. Еще на WhatsApp вам скинут ссылку на это приложение, потому что этого приложения нет в Play Market. После 10-минутной теории, где вам расскажут график работы, принцип работы, зарплату, вы уже приступаете к сбору заказов с помощью приложения. А теперь давайте посмотрим, как я собирал заказ в Ашане, и как вообще выглядит работа сотрудника Сбермаркета. То, что сейчас вы увидите на видео, это работа, которую выполняет сотрудник Сбермаркета весь день. Это сбор заказов и обзвон клиентов после сбора. Я спросил у одного сотрудника, сколько он получает. Он сказал, неплохо, за 3 дня выходит 12-15 тысяч рублей. Вообще нехило. Все, а теперь приступаем к самой работе. Сейчас буду собирать тестовый заказ в Сбермаркете. Вот приложение, тут продукты. После того, как соберу заказ, буду связываться с тестовым клиентом, и буду общаться по скрипту. 17 позиций, начнем со Сникерса. Вот так выглядит тестовое приложение и тестовый заказ. Вот продукты, которые мне нужно будет собрать. И сканировать с помощью стрих-кода, наверняка. Так, вот раздел со Сникерсами, шоколадками и батончиками. Сейчас буду сканировать и искать свой Сникерс. Так, смотрим. Сникерс 81 грамм. 38 рублей стоит. Здесь цена отличается. Но сказали, что на это не обращать внимания. А так он стоит 44 рубля. Вот он, большой Сникерс. Нажимаю на позицию. Нажимаю собрать. И буду сейчас сканировать стрих-код. Так, собрано 1 и 1. Нажимаю 1. Собрать товар. И кладу сюда в корзину. И теперь в разделе собрано у нас отображается то, что мы уже взяли. Допустим, вот Сникерс. Нажимаем собрать. И теперь остальные позиции. Например, чай Ахмад Ти. 200 грамм нам нужно найти. Но так как это раздел шоколадок, значит чай рядом. Здесь кофе еще рядом. Так, следующая позиция у нас чай Ахмад Ти. Вот он, я его нашел. Earl Grey. И тут тоже Earl Grey. Они бывают разные. Сейчас попробуем уточнить, он ли это. 71 штука в магазине. Собрать нажимаю. И буду сейчас сканировать. Приложение пишет, не можем отсканировать стрих-код. Приложение не может отсканировать стрих-код. Поэтому сейчас введем вручную вот этот код, цифры. Будем вводить вручную. 109. Ну-ка сейчас проверим, отправить. Да, определился, чай Earl Grey. Так, когда не сканировал стрих-код, я нажал просто вот так плюс. И нажал собрать вручную. Сейчас этой позиции нет, но у меня получилось. Теперь осталось макароны Макфа. Семечки, консервы, тунец и перец. Нашел я эти макароны Макфа. Перья рифленые, вот они по-моему. Очень большой магазин Ашан, сами видите, да? Маску и перчатки я снял, потому что руки начали потеть и лицо. Если работать в маленьком магазине, вкус, велмагнит, мне кажется, будет легче. Потому что здесь территории, видите, какие большие, просторные. Придется очень много с этой большой тележкой бегать. Так, следующая позиция. Семечки от Мартина 100 грамм. Вот я их нашел, они здесь, семки. Сейчас буду собирать. Так, отсканируется интересно? Да. А, две штуки надо. Значит, ставим цифру 2. И кладем еще одну пачку. Так, нажимаю собрать товар. Ну, как видите, работа простая, но это нужно делать очень быстро. Если вы будете тупить и медлить, то вас никто на работу, конечно же, не возьмет. Следующая позиция тунец. Короче, нужно сейчас среди изобилия товаров, нужно найти консервы. Но, как видите, тут сверху подписаны ряды. Допустим, это товары на вес, фрукты, овощи. Здесь диетические товары био. То есть, по надписям сверху можно найти. Потом, когда соберете все заказы, нужно будет по скрипту позвонить клиенту и рассказать ему. Ну, согласовать доставку. Нашел стеллаж с тунцом, точнее, с консервами. И сейчас мне нужно будет найти вот такой тунец. 250 грамм, 19 штук в магазине есть. Так, стою возле кефиров и вот нашел кефир, эко-нива. Надеюсь, это он. Собрать. Нажимаю, попробую сканировать. Да, это он. Нажимаю один. Собрать товар. И по классике кладу сюда. Я, конечно, все делаю медленно, надо это все быстро делать. Так, вот, что я пока что собрал у меня в тележке. Теперь подошел к яйцам и буду собирать эту. Яйцо Praxis. Ну, вот она уже вижу по картинке. Похоже. Так, и заодно чудо-коктейль тут рядом. Я нашел. Вот он. Сейчас буду его тоже сканировать. Попробую. Так, нажимаю собрать. И сканирую. Да, это он. Отсканировал, значит, нажимаем один. Собрать. Так, осталось у меня вот эти позиции, самые тяжелые. Тунец я пока вообще не нашел. А эти овощи и фрукты придется взвешивать. В общем, вы поняли, да, как собирается заказ. То есть все делается быстро и сканируется с помощью приложения. Теперь в следующее здание найти нужно форель, потому что я около стойки с форелью. Если нажать на картинку, то откроется более крупная картинка. Вот такая форель, малосоленая. Вот сейчас попробуй найди ее. Сколько грамм? 200 грамм, да? Короче, так и не нашел я эту форель. Именно вот от Мори Мании. А другие компании есть. Их тут должно быть 18 штук от Мори Мании. Не знаю, тогда, наверное, другие позиции пока что поищу. А, во, нашел, точно. Вот она, видите? Вот на картинке и вот она. Сейчас попробуем отсканировать у себя в корзине. Так, переворачиваю, нажимаю собрать. И сканирую. Да, точно, нашел. Вот как хорошо, что я видео включил. Так, и пока я в рыбном отделе, тут еще мне нужно найти сельдь Русское море, чтобы далеко не ходить. По разным позициям не бегать. Я решил пока в рыбном отделе рыбу собрать. Сейчас буду искать вот эту. Селедочка. Она должна быть где-то здесь. Вот такая простая работа, но с другой стороны нужно все делать быстро и пахать. Вот селедочка вижу, и вот она селедочка. Видите, да, сходство. По картинке уже видно. Несмотря на то, что по картинке видно, все равно нужно сканировать. И вручную добавлять, как я, лучше не надо, конечно же. Короче, так и не сканируется, поэтому я решил схитрить. Я нажимаю плюс, собрать вручную, и нажимаю один. И оставляю его в корзине. Потом, это все равно тестовый заказ, потом мне подскажут, что я правильно сделал или нет. Все равно этот заказ не настоящему клиенту собирается. Ладно, тунец я не нашел, решил пойти к мороженому. Вот мороженое. Нам нужен этот, фисташковое мороженое, 90 грамм. Я его сразу вижу. Хотя, казалось, что должно быть сложнее найти. Потому что мороженое, они, как всегда, в разнобой лежат. Сейчас попробуем отсканировать. Так, берем приложение. Собрать. Ну-ка. Да, это оно. Собрать товар. Все, мороженое у нас идет в корзину. Вот сколько я уже собрал. Следующая позиция колбаса. Ее 28 штук. Докторская должна быть. Кстати, она может отличаться. То, что здесь. Вот, смотрите, как выглядит упаковка. И здесь. То есть, приложение-то не всегда обновляет картинку. И сейчас будем сверять с помощью штрих-кода. Так, вот видите, да? Колбаса. Штрих-код сзади. Подносим приложение. И сканируем. Да, это она. Видите? Упаковка разная. Но это не значит, что это не она. Главное, чтобы данные совпадали. Тунец никак не могу найти. Вообще нереально. Сыр моцарелла тоже 125-граммовый не могу. И потом еще придется взвесить перец красный, бананы и мандарины. А, приложение, кстати, интуитивно понятно. Ничего сложного здесь нет. Обычное приложение. Так, вот этот сыр не могу найти. 125 граммов. Галпани. Моцарелла. Здесь есть большой, но здесь намного больше. Так, и тоже непростая позиция. Перец красный. Вот он. Придется сейчас взвешивать, собирать все. Так, вот перец. Надеюсь, здесь ровно килограмм. 214. Печать этикерус. На сколько вышло? Килограмм 70. Ну, пускай. Сейчас попробую этот перец сканировать. Собрать нажимаю и сканирую. Да, это он, видите? И вес указывается. 1 килограмм 7 грамм. Если один перец убрать, то уже меньше килограмм получится. Так, собрать товар нажимаю. В общем, фигня осталась. Тунец, банан, апельсины, сыр. Сейчас тогда весовые товары взвешу. Бананы у нас, как видите, полтора килограмма. Вот они. 69 рублей. Сейчас буду взвешивать. Так, бананы я взвесил. Вышло 1 килограмм 66 грамм. А мне нужно полтора килограмма. Поэтому сейчас буду докладывать. Так, теперь вышло 1 килограмм 64 грамма. И нужно будет клиенту позвонить потом в конце сбора и уточнить, согласен ли он на то, что вес будет чуть-чуть больше. Потому что вы точно же не можете разложить овощи так, что будет грамм в грамм совпадать. Всё, и он у нас тоже идёт в общую корзину. Так, следующая позиция у нас это полтора килограмма мандаринов. Сейчас тоже взвешу. Так, смотрите, мандарины у нас полтора килограмма. Да. И я собрал тропический грамм в грамм. Видите? 1 килограмм 504 грамма. Офигеть, да? Сейчас нажимаю собрать. Сканирую штрих-код. Да, это они. Собрать. Классно, да? Так, и остался тунец. Самые сложные позиции. Никак их не могу найти. Вообще нереально. Тунец и сыр Галбании. Моцарелла. Сейчас, если сыр и тунец не найду, то буду звонить наставнику и говорить, что не могу найти. Вот и всё. А, в форме, но одежду нам пока не дали. Поэтому я хожу вот в этой куртке обычной своей. Потому что ещё не трудоустроен. Алло. Алло, это стажёр звонит? Да. Вот. Я собрал, но никак не могу найти тунец и сыр моцарелла. Ну, вот товар, который не можешь найти. Ты замени на похожий товар. Похожий, да? А в конце сборки, да. В конце сборки звонил уже как-то слицентриентом общей общей. И согласовывал. Мельный замен. Там, 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 хорошо, понял. Спасибо. Короче, сейчас буду тогда заменять товар тем, что я не нашёл. А пока нашёл я много ещё. Смотрите. Офигеть, да? Просто дофига чего. Как видите, я не могу найти сыр Галбани моцарелла. 125 грамм. Поэтому я клиенту буду предлагать такой же, только в другой упаковке. И чуть больше вес. 150 грамм. На 139 рублей. Если позицию не нахожу, нажимаю плюс. Нажимаю отменить или заменить. Короче, куда-то нажал. Плюс. Потом заменить товар. Нажимаю. Вы уверены? Товар есть наличие? Перепроверьте. Уверен. Товара нет. Но я уверен, что он есть. Просто смотрите, долго искать. Я тут 2 часа буду сейчас искать. Тогда сейчас сканирую штрих-код. все. И добавляю. Тунец я буду заменять вот на такую банку. Нажму на позицию. Плюс. Отменить или заменить. Другое. И нажимаю заменить товар. Уверен. Так, вам на WhatsApp как новичку присылают скрипт общения с клиентом. Вот так он выглядит. Я на экране сейчас буду вводить информацию и сейчас буду звонить по этому скрипту. Как к реальному клиенту. Но на самом деле это тестовый клиент. Так, скрипт заказа такой. Имя клиента называю. Меня зовут Антон. Компания Сберманк. Я собираю ваш заказ. Удобно ли вам сейчас разговаривать? Корректировка заказа. В наличии есть все. Кроме йогурта. Да, он классический. Могу предложить замену йогурта активия. Подойдет? Добавление к заказу не более трех товаров. Я посмотрю по наличию и качеству. Перезвоню вам. Завершение разговора. Сейчас я произведу все замены, отмены. Ождайте звонка от курьера. Хорошего дня. Я открою эту картинку и буду по ней сейчас общаться. Созвонился клиентам, уточнил все. Общался как деревянный, потому что скрипт не учил. Смотрите, после того, как вы прошли стажировку, у меня тут некоторые ошибки были по замене и внешнему виду. Теперь нужно все это обратно раскидать. И потом вы идете писать тест. Обратно все это раскидывать, конечно, миллион раз легче, чем собирать. Вот, допустим, я уже помню, где что брал. Мороженое здесь, поэтому его сюда же. Ну, тогда я больше не буду показывать, как раскидываю, это неинтересно. Покажу следующий этап собеседования. После практического задания вы идете заполнять тест. Вам на WhatsApp скидывают файл и в нем вопросы. Google документы, по-моему, и в нем даете правильные ответы. 9 ответов правильных должно быть из 10 вопросов, иначе вы не проходите. И повторно можно прийти на собеседование только через 2 недели. Вопросы вот такие, вы сейчас видите на экране. Если вы внимательно все слушали, запоминали, то ответить на эти вопросы и не составляют труда. Ну, и, как я уже сказал, в крайнем случае через пару недель можно опять прийти. Работа так-то несложная, только работать придется по 12 часов в день. Первые 3 дня вы будете получать по 2000 рублей в день гарантированно, а потом уже все будет зависеть от вас. То есть работа по сделке. Работать вы будете как самозанятый и налог платить 6%, но при этом налог вам будут уже оплачивать. То есть зарплату вам будут начислять на карту уже с налогом. Как я уже сказал, один парень получает 12-15 тысяч за 3 дня, он посчитал. Я у него лично спросил. Коллеги в дружные есть молодые, есть и среднего возраста, но старых нет. Работники разных национальностей, но какого-то либо негатива на работе я не увидел. То есть все улыбаются, все довольны, какого-то ада там нет. То есть все круто. Можно действительно работать. Я даже сам задумался, когда мне сказали 12-15 тысяч за 3 дня, я сам задумался пойти работать. То есть первые 3 дня вам 2000 гарантированно платят, а потом уже сделка идет. Зависит от того, как быстро вы работаете, и как быстро собираете заказы. Не зря все-таки говорили, что работа нормальная по отзывам. И действительно, я сам убедился, ничего сложного нет. Если устроится маленький магазин с Бермаркетом, например, Магнит, Вкусвилл, то там будет, мне кажется, в разы легче. Потому что территория маленькая, не будете ходить, даже можно посидеть. А в Ашане территория большая, придется с большой тележкой бегать. Я бы рекомендовал, конечно же, маленький магазинчик. Работа в коллективе, для кого-то это плюс, для кого-то минус. Ну, кто любит работать в коллективе, для того, конечно, плюс. А если вы социофоб, мизантроп в одном лице, то тогда работа не для вас. А еще забыл добавить один момент. Каждое утро вы должны делать селфи, это будет говорить о том, что вы пришли на работу вовремя, в 8 утра. Если вы делаете селфи позже, на рабочем месте, то это будет расцениваться как опоздание. И штраф в 500, то ли 1000 рублей. Штрафы там, кстати, нормальные, нехилые так. Но и заработок неплохой. Вакцинация тут обязательно от ковида. Но на момент стажировки она не обязательно. Ну ладно, короче, пишите, что об этом думаете. Всем пока. Два раза в неделю минимум будут выходить новые видео, поэтому учтите это. Всем удачи!